Начинаем мы с вами изучение векторной графики и начнем мы с... Сегодня как бы вводное занятие я вам поясняю, а уже со следующего занятия вы будете делать как бы простенькие лабораторные работы. То есть мы научимся рисовать. Но я думаю все из вас видели, скажем, рекламу на окнах магазина, которая наклеена из аракала, пленочки такой. Это все делается в векторных пакетах. Мы с вами научимся рисовать визитки, за 5 минут делать календарик под любой год, который вас интересует. То есть буклеты различные. То есть различную рекламную продукцию. Это то, чему мы будем учиться. И первый пакет, который мы с вами будем изучать, это... Сейчас в новых версиях уже немного он называется по-другому. Corel Design Suite. Здесь вы видите на экране, что стоит Corel Graphic 12 Suite, 12 версия. Сейчас уже существует более новая версия. Это, к примеру, но версии уже начиная с 13-й. Компания, разработчик программного продукта канадская. Она цифры 13 очень боится, поэтому следующие версии, там уже старше 12, называется X3, X4. Сейчас, по-моему, последняя, которая вышла, это X8. Ну, эти компьютеры, может быть, и потянули, а вот соседние классы уже вряд ли. Поэтому и X8 я вам уже покажу на одной из наших лекций. Ну, как бы, чем отличие? Отличие там всего лишь в двух инструментах. Ну, и в дизайне самой программы, так сказать, в оформлении. То есть особой разницы в работе вы не ощутите, что в этой версии, что в так называемой X8. Из чего же состоит сам вот этот пакет дизайнерских программ? Ну, я по порядку быстро по ним пробегусь. Corel Captures. По сути, это программа аналог кнопочки Print Screen. То есть делает снимок экрана. Но если Print Screen вы делаете с тем разрешением, которое у вас на экране установлено, то эта программа позволит вам и увеличить, и сделать более качественные снимки и так далее. То есть программа захвата экрана. Такая простенькая программка, на ней мы особо останавливаться даже не будем. Следующее, что мы видим. Corel Photo Paint. Это аналог Photoshop. То есть программа для работы с растерой графикой и фотографиями. Но, поскольку возможности у этой программы немного меньше, чем у Photoshop, то мы лучше дадим вам Photoshop, чем неполноценный его аналог. Поэтому этот пакет мы тоже с вами пропустим. Со следующим мы немного познакомимся. Corel Rave. Все, я думаю, видели когда-то мультики, нарисованные во флэше. К примеру, Массиания или что-то такое. Вот это вот программа для создания. Есть программа, опять-таки, она немножко слабее, чем сам Macromedia Flash, но охватить необъятное мы с вами, к сожалению, тоже не успеем. Поэтому вкратце, как сделать хотя бы какую-нибудь анимационную кнопочку для сайта или еще чего-нибудь, которая кричит, что я самое лучшее, нажми сюда, и вам глаза всеми цветами радуги моргают. То вот такое мы научимся делать в этой программке. Corel Rave. То есть программа векторной анимации. Ну, Corel Update я пропущу. Понятно, обновление программы Corel Draw. Это мы как раз больше всего времени ему посвятим. Программа именно векторной графики. Я его называю просто рисовалка. Corel Trace. Тоже немного познакомимся с этой программой. Программа для лентяев. Почему? Все вы видите, скажем, вам понравилась какая-то картинка, сценария где-то вы увидели и хотите, чтобы такое же нарисовать. Но рисовать-то лень. Поэтому есть программа, которая попытается оцифровать, то есть перевести в вектор ту картинку, которую вы увидели себе в точечках растрового. Она, к сожалению, не даст идеального результата. То есть вам потом все равно придется его подправлять. Но тем не менее я научу вас ею пользоваться, покажу, как оптимизировать ее работу, чтобы меньше тратить времени на доработку того готового векторного изображения, которое есть. То есть какие-то простенькие картинки вполне можно переводить из растровой графики в векторную. В принципе, есть такие программы, которые оцифровывают чертежи. То есть есть чертеж на бумаге, его отсканировали, хотят перевести в компьютер. Есть и такие программы, но она, к сожалению, уже чертежи не подтянет. Вот это вот приложение. Для чертежей нужно специализированное программное обеспечение. Итак, CorelDRAW. Начнем с него. Пока он загружается, опять-таки стандартные инструменты я буду пропускать. Ну, то есть такие, как сохранить, шаг вперед, шаг назад, я на них останавливаться не буду. То есть буду пояснять только отдельно, что же мы встретим здесь. Ну, как всегда, есть возможность узнать. CorelTutor – это учебник, узнать справочник. Ну, это кому будет интересно. В принципе, все, что нужно, мы вам будем здесь пытаться по максимуму объяснить и рассказать. Создаем новый шаблон. По умолчанию, что мы видим? Слева мы видим саму панель инструментов. Те инструменты, которыми мы будем пользоваться. И панель свойств. Каждая вот эта вот панель свойств, она будет давать разный набор инструментов. Смотря какой инструмент мы выберем, такие свойства под этот инструмент будут автоматически меняться. Сейчас, поскольку у нас не включен инструмент-указатель, в котором обычно самая первая стрелочка, которую вы видите слева, и если не выбрано никакой ни картинки, никакого объекта уже нарисованного, то у вас показывается на панели свойств, то есть свойства вашего обычного листика, где можно выбрать формат листа, можно указать его размеры, не обязательно по формату выбрать ориентитацию, книжную, альбомную, сделать, как расположить, если у вас многостраничный документ. Я думаю, внизу слева вы обратили внимание, что можно делать несколько страниц на документе. Единицы измерения, то есть шаг курсора, с каким должны вы работать. По умолчанию там 2,5 мм. Ну, в принципе, обычно лучше ставить хотя бы миллиметр или полмиллиметра. Текущие координаты, начало листа и так называемые привязки. Привязки могут быть либо к сеточке, то есть есть возможность включить, ну, не знаю, варья тоже, в принципе, можно листик видеть как в клеточку. Ну, как... И рисовать уже как бы по клеточкам, кому это будет удобно, как на миллиметровке. Есть возможность использовать так называемые направляющие. Ну, кто немного работал с фотошопом, там тоже самое можно есть. То есть с линейок можно вытащить некие линии, которые не печатаемые. Они не печатаются, но они позволяют вам подравняться. И чтобы курсором очень четко байпайс в них... Вы знаете, что компьютер, когда вы рисуете, ну, любом даже саппор, воспринимает точность отрисовки с 14-го знака под до запятой. То есть понятно, что мышкой вы так с точностью до 14-го знака после запятой не попадете. Поэтому существуют привязки, которые у вас автоматически, вот вы там миллиметр или два не довели до линии, а оно автоматически вас прихватит к этой линии. И чтобы это работало, как раз и существуют вот эти вот привязки. То есть привязки к направляющим, привязки к другим объектам. И так называемые динамические привязки, когда он попытается привязываться на продлении неких линий и так далее. То есть такие привязки связывания двух разных документов ближе к одному. Но это мы с вами больше познакомимся, когда нам нужно будет делать буклет, и чтобы текст был равномерно, аккуратно расположен. То есть к этим привязкам мы тоже еще вернемся. А теперь по порядку по инструментам. Вы, я думаю, обратили внимание, что когда у вас есть инструмент и внизу, справа, на каждой кнопочке нарисован такой маленький треугольничек черный, это означает, что инструмент имеет различные варианты. Второй инструмент, который мы здесь видим, это инструмент редактирования уже имеющихся нарисованных изображений. Он называется форма. Понятно, нарисованного у вас пока ничего нет, поэтому мы пойдем дальше. А когда кучу всего нарисуем, я вернусь к этому инструменту. Следующий инструмент, масштаб. Ну, понятно, лупа сам масштаб, рука для того, чтобы перетягивать влево-вправо изображение. В принципе, опять-таки, я считаю эти кнопочки здесь бесполезными. Почему? Масштаб удобнее всего регулировать колесико мышки, включая его вперед-назад, и, соответственно, таким образом, приближая либо отдаляя изображение. То же самое. Если колесико нажать как кнопку и не отпускать, то мы сможете его двигать вперед-назад. То есть, делать лишний щелчок на панели инструментов нет необходимости. Следующие инструменты, которые мы с вами видим, это как раз инструменты рисования. То есть, ими мы как раз и будем больше всего рисовать. Хотя, может, даже и не ими, но, в принципе, первый инструмент, который мы здесь видим, карандаш X-линией, называется он свободная рука. Так, как вы ведете мышкой, так оно за вами и повторяет. Но с неким сглаживанием. Здесь у вас есть, вот, в конце, я сейчас выделяю, там стоит 100 единиц. Это степень сглаживания, вы указываете, больше либо меньше. Есть возможность задать толщину, вид линии, там, какой она должна быть, пунктирной, не пунктирной, сплошной. Есть возможность задать толщину линии, не обязательно, если только из тех стандартных величин, которые здесь есть, можно ввести любое значение в миллиметр, которое вам только нужно. Единственное, что я поясню, волосяная линия. Это линия толщиной с волосок, то есть, неважно, какой масштаб вы будете печатать или с каким масштабом будете смотреть на эту линию, вы всегда будете видеть толщиной где-то с волосок 0,1 мм. То есть, даже если вы нарисовали изображение размером с почтовую марку, а хотите распечатать его на пол небоскреба, то эта толщина линии будет что там, что там, одинаково. Называется она волосок. Но я думаю, как раз вам тут Илья Владимирович пытался объяснить, в чем преимущество векторного пакета. Что то изображение, которое вы сделали как почтовую марку размером нарисовали, а распечатали его на пол небоскреба, оно качество не потеряет. О недостатках это основное преимущество векторной графики. Почему? Да потому что, если мы в растровой графике что видим? Это точное изображение. Для каждой точечки нужно записать информацию в битах к расположению этой точечки, ее размер, цвет, каким этот квадратик закрашен. То есть, это большой объем данных. Здесь же, для того, чтобы отобразить эту линию, для нее просто записывается формула. Ну, по линому n-го степени, я думаю, с высшей математики помните, что это такое. Вас как бы здесь эти полиномы заботить не будет, но смысл в том, что для этой линии просто записывается формула. И поэтому сама формула занимает значительно меньше информации, чем каждая точечка и отдельное изображение. Итак, возвращаемся к инструментам. Следующий инструмент это так называемая кривая безе. По сути, она позволяет вам рисовать как прямолинейные участки линии, щелкая просто следующую точку. Но если щелкнуть и не отпуская левую кнопочку потащить немного в сторону, вы сразу сможете задавать радиус скругления линии. Ну, и тут же его немножко менять и редактировать. Сейчас мы вернемся. Обратите внимание, что у нас линия разбивается на некие фрагменты, и каждый фрагмент как бы на переломе линии ставится такая точечка, которая называется узелок. И к некоторым узелкам есть такие вот направляющие, которые иногда называют еще коромысла. Ну, в разной литературе по-разному. Я так понимаю, грамотный технический перевод это направляющие, ну, а дизайнеры не всегда имеют технологическое образование, они могут быть и художниками, поэтому называют его просто коромысло. Далее. Следующий инструмент называется он живопись, и он имеет в виду на панели свойств, вы можете видеть различные варианты этого инструмента. Есть просто возможность имитировать различные такие ленточки или очерки всевозможными. То есть, даже ту линию, которую я уже нарисовал, это уже некие ленточки. Очень удобно рисовать китайские иероглифы, к примеру. Если ты пойдешь захочешь нарисовать визитку для какого-нибудь директора китайского магазина, он тебе сам покажет, какой иероглиф у него должен быть на визитке. Вряд ли он нарисует визитку, но тем не менее. Кстати, одно из заданий у нас и будет отрисовка визитки. То есть, логотипа, разработка макета для печати визиток и так далее. И, скорее всего, это же задание у вас и будет как зачетное считаться. Мы не будем вам усложнять. То есть, мы будем выполнять несколько заданий здесь для того, чтобы научиться, а как зачетное будем воспринимать какое-то одно по каждому из пакетов, чтобы меньше заморочить вам голову. То есть, мы не ставим цели поставить вам тройки. Наша цель тех, кто хочет, научить. Этим пользоваться. Есть возможность опять-таки задавать степень сглаживания линии, как он должен отслеживать вас и толщину, какая она должна быть в своем максимальном объеме. Ну и, понятно, саму форму линии. Следующее, что у нас есть, это инструмент кисть. Он позволяет вам уже, скажем, какими-нибудь готовыми стрелочками рисовать. То есть, заранее заготовленными картинками. Но можно сказать, что сходи-ка ты вот туда. Не обязательно использовать те стандартные картинки, которые здесь уже заложены. Можно нарисовать какую-то свою картинку, свой шаблон, загрузить ее уже в эту библиотеку и уже вот так ею закручивать, заворачивать так, как вам будет удобно. Следующий инструмент пульверизатор. То есть, он позволяет, ну у нас праздник 1 сентября прошел, но тем не менее шариком мы можем накидать. То есть, разбросать уже заранее заготовленные ваши элементы. Порядок исследования можно строго выставить, можно выставить их разрос, можно выставить, как они, какой порядок, что за чем должно следовать, можно выставить, с какой частотой и как часто они должны повторяться или либо разбрасываться. здесь если посмотреть, как стандартные есть не только шарики, есть возможные листики, снежинки, травки, можно сделать, что вот человечек прошел, там следы, их можно увеличить больше, меньше, то есть настроить это все с панелью свой можно. Я специально не останавливаюсь так подробно уже на каждом отдельном инструменте, потому что наведя курсор на нужную вам кнопочку, вы сразу поймете подсказку, что это такое. Это количество, это их разброс и так далее. То есть все параметры вы задаете на вот этой вот панели управления в верхнем инструменте. И последний инструмент это имитация чернильной ручки. Ну, чем-то вот будет похоже, но можно закрасить черненьким. Можно рисовать различные ленточки, развивающиеся на витро, либо пытаться сделать свою электронную подпись красивую. Потому что вы видели, что грамоты, если этих грамот выдается на предприятии где-то сотни, то директор не будет сидеть и сто раз подписываться. Он заставит дизайнера эту подпись свою нарисовать. Ну, а вы можете подписать не только грамоту, можно и чек. Ну, это так. В качестве отступления. То есть, инструменты рисования. После того, как мы что-то нарисовали, мы можем это что-то нарисованное отредактировать. редактировать мы с вами... Ой, давайте я что-нибудь еще набросаю. Вернемся к инструменту форма. Он позволяет вам как раз редактировать вот эти вот узелки. То есть, перетащить, если вам форма фигуры, которую вы нарисовали, не очень нравится, вы можете схватиться за любой узелок, перетащить его, поменять радиус и скругление. Причем, существуют разные типы этих узелков. Если вы вот здесь посмотрите впереди, то у вас есть прямая линия и скругленная. Я пытаюсь помигать кнопочкой, у вас мышку не видно, к сожалению, на экранах, но я в этом месте пытаюсь помигать, чтобы вы обратили внимание на эти две кнопочки. Если вы нажимаете прямая линия, то у вас соответственно линия перед этим узелком становится прямой. И уже направляющая, то есть коромысла для этого узелка остается только с той стороны, где линия осталась скругленной. То есть, в другом месте вы уже не можете поменять. Соответственно, та кнопочка, которая погашена, та сейчас в текущем состоянии включена. То есть, если у меня сейчас прямая линия, то я могу эти два узелка выделить и сказать, что они должны быть кривыми. После того, как уже указали кривые, то уже направляющие есть с двух сторон узелка. Сами направляющие узелок тоже имеют различные виды. Вот дальше мы видим, что направляющие к узелку могут быть острым углом. Острый угол так называемый. они позволяют вам независимо друг от друга двигать направляющие с двух сторон от узелка. То есть, одна к другой никак не взаимосвязаны. Два вот этих коромысла. То есть, сломали коромысло и две половинки как угодно крутим. Второй тип это так называемый симметричный узелок. Ой, не симметричный, прошу прощения. Он оставляет направляющие на одной линии, но позволяет вам задать разные радиусы скругления от узелка. То есть, разную величину, длину этого коромысла поставить. И второй узелок симметричный. То есть, позволяет как с одной стороны вы выставляете, так же с другой стороны абсолютно ведет себя это коромысло. То есть, симметричный узелок. Вот, в принципе, работа с узелками это основная работа, которая вас ожидают в короле. То есть, кропотливая, вы будете добиваться нужной вам формы того или иной фигурки за вот эти вот узелки. Поэтому сразу вам советую привыкнуть работать с масштабом, не лениться лишний раз прокрутить колесико, чтобы приблизить и более удобно схватиться и посмотреть в приближенном состоянии на изображение. Опять-таки, все будет зависеть от того, насколько подробное вам изображение надо. Если вы знаете, что то, что вы рисуете будет печататься, скажем, не больше, чем на листе А4, то, как вы его видите, оно и достаточно. Если там где-то и будут какие-то шероховатости на линии мелкие, то их, в принципе, на печати все равно никто не увидит. Поэтому тут нужно уже грамотно подходить и оценивать. Если же вы знаете, что ваша работа будет печататься на полземного шара, то понятно, что там все дефекты мелкие будут видны, и вам придется очень тщательно вырисовывать свое изображение. Следующий инструмент, который мы с вами здесь видим, это инструмент авторисования. Такой вот уголок с карандашиком. Что он позволяет нам делать? То есть, вы пытаетесь как-то приблизительно провести, а он пытается ваше изображение привести к некой стандартной фигуре. то есть, такой вот инструмент. Чем быстрее и плавнее вы рисуете, тем более сложную форму он попытается сделать. То есть, видите, я медленно прорисовал вот эту вот последнюю линию, он так медленно за мной и повторил, без уже каких-то больших исправлений. Степень, опять-таки, можно вверху выставить, сглаживание и упрощение фигуры. Ну, в принципе, очень удобно на планшете, если вы там хотите какие-то стандартные фигуры рисовать, скажем, нарисовать от руки ровно квадратик, но вы же не будете на планшете сидеть в линейке квадратик рисовать. Следующий инструмент это инструмент зарисовки обычных прямоугольников. Прямоугольник по умолчанию первый, который мы видим, мы можем рисовать по диагонали, указывая нижний и верхний уголок, либо же можем рисовать его по трем точкам, то есть указать вначале одно основание, а потом указывать высоту этого прямоугольника. Ну, то есть и то, и то вам может понадобиться, есть две разные такие вот, два разных инструмента. Так, я немножко уберу мусор, который я тут понакидывал. Чем меньше всего нарисовано, тем меньше тормозит компьютер. Итак, хочу дальше продемонстрировать вам следующее, что когда вы рисуете стандартные вот такие вот фигурки, какие-то, к примеру, вот здесь инструмент прямоугольник, квадрата инструмента вы здесь не найдете. Для того, чтобы рисовать ровные фигуры, скажем, круги или квадраты, вам достаточно нажать кнопочку Ctrl. И тогда, держа ее нажатой, вы будете рисовать фигуры правильной формы. Иногда не очень удобно рисовать фигуру. Вот я нарисовал квадратик, а хочу теперь второй нарисовать в центре этого. Если я попытаюсь это делать, то как бы попадать по диагонали не очень удобно, тем более, если у вас будет задан уже сразу размер внутреннего прямоугольника. Не очень удобно, из-за того, что вам приходится из нижнего уголка до верхнего его рисовать. И где расположить начало координат нижнего уголка не очень удобно. Поэтому есть возможность рисовать фигуру правильной формы из центра. То есть, вы приблизительно нашли центр, у вас выскочила подсказка, нажали кнопочку Shift, и рисуете как бы фигуру уже из центра. А если нажать еще и Shift и Ctrl одновременно, то фигуру из центра правильной формы. Итак, Shift рисовать из центра, Ctrl рисовать фигуру правильной формы. То же самое для справедливой и для эллипсов. То есть, мы можем рисовать обычные эллипсы, а можем рисовать круги с кнопочкой Ctrl. Либо круги не по диагонали указывать размер круга, а из центра. То есть, как бы по радиус, если удерживаем кнопочку Shift. Далее. Для тех стандартных фигур, которые мы отрисовали, инструмент форма также может менять их форму. Если это прямоугольник, то стандартный инструмент форма будет для него закруглять уголки. Для эллипса мы можем из эллипса сделать сегмент. Ну, либо дугу. Ну, и поменять величину этой дуги больше, либо меньше ее сделать. Скажем так, если вам надо как-то более красиво нарисовать круговые диаграммы с какими-нибудь надписями, чем это может позволить вам Excel, то есть более красиво дизайнерски это показать. Либо показать, когда вот там всплывает один крузочек, выезжает другой кусочек. То есть, вы можете сделать сам график в Excel, но он будет у вас в презентации выезжать целиком. А иногда требуется, чтобы вот как бы пошагово показать создание этой диаграммы, то это можно сделать здесь в Corel. Я так пытаюсь как бы уже немного пояснять, где какой инструмент можно применить, чтобы было немного интереснее все-таки слушать, а не просто обычные инструменты. Дальше. Более того, каждую, любую фигуру, которая у вас нарисована как стандартная, ее можно преобразовать в обычную кривую линию, в обычные узелки. Для этого у вас вот здесь существует такая кнопочка, она в конце, на панели управления вверху. Такой кружочек с ортогональными маленькими узелками, кружочками. Оно позволит вам любую стандартную фигуру разбить на кривые и уже делать с нее чего вы сами захотите. Давайте сейчас, давайте из этого кружочка сделаем некую капельку. То есть, сделаем повыше, поставим острый узелок, капельку, либо листик мы можем сделать. Давайте голубенькой закрасим. Вот вам и капелька. То есть, не обязательно вырисовывать эту капельку, легче нарисовать окружность и только вытянуть один из ее узелков. В принципе, вот это основной и наиболее удобный подход к тому, что вы хотите нарисовать. Если вы хотите рисовать что-то несложное, не тяжелое, в принципе, мы с вами начнем с более простого, а потом уже будем рисовать что-то более сложное и так далее. Следующий инструмент, который мы видим, так называемый таблица или миллиметровка в разных версиях, по-разному может быть перевод опять-таки сделан, но позволяет вам рисовать либо таблички, либо, я не знаю, любую сеточку. Количество, опять-таки, на панели свойств вы задаете. Дальше эти сеточки можно разбить на отдельные квадратики, разукрасить их каждый по отдельности и так далее, если в этом есть какая-то необходимость. Можно объединить их в одну, как в Word, либо в Excel, несколько ячеек в одну. Ну и таким образом отрисовывать можно на табличке, можно просто какие-то сеточки для графика или еще чего-нибудь. Далее. Следующий инструмент, многоугольник. Позволяет вам отрисовывать различные звездочки либо многоугольники. Количество углов, вершин вы можете задать вверху, опять-таки, на панели свойств. В данном случае там стоит 5, но я 5 и оставлю. То есть, вот нарисовал многоугольник. Переключился, могу нарисовать звездочку. Если вы нарисовали многоугольник, обратите внимание, звездочка, она рисуется, как мы привыкли рисовать в детстве. То есть, линии в середине звездочки как бы тоже присутствуют. Если вам нужна звездочка без этих линий, то вы можете нарисовать многоугольник, схватить инструмент формы и вот этот вот центральный узелок потягать вам так, как вам захочется. и сделать звездочку любую, которую вам только захотите. Не знаю, там успевает компьютер отрисовать? Да, успевает. Так. Опять-таки, потом можно эту фигуру преобразовать в стандартные и уже дергать каждый узелок в отдельности, если вы хотите сделать что-то более сложное. Дальше. Эти узелки, которые у вас здесь присутствуют, опять-таки, в той же инструменте форма можно их количество редактировать. То есть, для того, чтобы нарисовать, вот, скажем, даже тот же эллипс, который вот здесь нарисован, вам не обязательно иметь 4 узелка. Я могу, к примеру, два из них удалить и при этом форма не поменяется. Чем меньше вот таких вот узелков, тем проще работать с фигурой. То есть, тем проще задавать ей какие-то там исправлять ее, подправлять, попасть в узелок, менять ее форму так, как вас интересует. Поэтому старайтесь всегда, когда рисуете, использовать как можно меньше узелков. Чтобы эти узелки добавить на линии на фигуре, там, где они вам нужны, вы можете выполнить это двойным щелчком мышки. И потом, можно, конечно, указать положение, что вот хочу звездочку поставить вначале на линии, а потом нажимать плюсик, чтобы добавить узелок. Либо же выбрать узелок и нажимать минус, чтобы его убрать. Но, в принципе, это легче делать просто двойным щелчком мышки. Два раза щелкнули по линии, там узелок добавился. Два раза щелкнули по узелку, узелок удалился. Ну и, соответственно, можно работать с группой узелков, когда вы рамочкой охватываете несколько узелков и их удаляете, либо вместе их одновременно два узелка перетягиваете. В принципе, вот мы как раз на первой лабораторной работе как раз и немного познакомимся с работой этих узелков. Дальше. Кроме многоугольника, ну, у нас есть возможность рисовать здесь различные спирали. Сколько угодно витков, в логарифмической спирали, есть возможность, когда у вас постепенно радиус увеличивается на спирали. Ну, есть возможность, нужна будет, нарисуем спираль. В принципе, не так часто используется. Следующий инструмент, который у нас здесь есть, это инструмент отрисовки различных стандартных фигур. Ну, там, улыбочки, молнии, такое. Опять-таки, не буду останавливаться на них, поскольку легче просто просмотреть различные стрелочки, различные блок-схемы алгоритмов для программ. Если вы программирование учили, то вас должны были заставлять рисовать алгоритмы. Если это надо сделать не просто, вот как вы черно-белый рисовали, а еще и разукрасить по цветному, то это лучше сделать, ну, придать этому дизайнерский какой-то шик. Лучше уже использовать, конечно, Corel. далее. Опять-таки, есть возможность каких-то стандартных звездочек, ленточек нарисовать. Есть возможность стандартных комментариев комиксом поставить. Ну, там, думает, говорит и так далее. Это если кто-то захочет рисовать комиксы. Следующий инструмент это инструмент текст. Текст инструмент один, но его можно использовать различными способами. Если вы просто выбрали местоположение и начали вводить текст, то это так называемый фигурный текст. Этому фигурному тексту вы можете, не обращая внимания на масштаб, тягать, сказать, что вот я хочу, чтобы буквы были такие, либо такие, то есть, эти буквы абсолютно смогут натягаются. То есть, вот так в Варде, скажем, сделать такие зауженные буквы растянутые, уже у вас не очень-то получится. Здесь вы можете вписать буквы в любой размер, который вам только захотится. Дальше. Более того, если взять, использовать инструмент форман, то можно составить буквы «не попрыгать». Хочу, чтобы эта буква как-то вот друг от друга там по-разному расположить, не на одной высоте. скажем, написать слово «яролаж», как это когда-то было там в советской еще кинематографии. а есть возможность, прежде чем отписать текст, задать область расположения этого текста. Вот, скажем, задать в начале несколько таких блоков. Для чего используются вот такие заранее заготовленные квадратики? Ну, все вы читали журналы, газеты, даже те же книги, когда у вас текст разбит на несколько колонок. Ну, в основном это как раз для журналов и газет, когда вам нужно разместить и фотографии, и некие значки, и название как-то может поинтереснее написать. А уже, когда вы вводите текст непосредственно, так, я немножко сделаю чуть больше шрифт, чтобы не так долго забивать весь этот блок текстом. Обратите внимание, я набрал текста больше, а он дальше не отображается. Есть возможность выполнить так называемое, вот обратите внимание, на нижний узелок вокруг этой рамки. Здесь он у нас прозрачный, внизу посередине, а здесь он у нас показывает такой треугольничек черный. Это означает, что блок текста переполнен. И необходимо сделать перетекание текста из одного блока в другой. То есть для этого вы щелкаете левой кнопочкой по этому треугольничку внизу и указываете, в какой блок должен текст перетекать. Ну, точно так же получится, что вы работаете как с колонками в варде. То есть если вы что-то здесь поправляете, либо добавляете, то оно автоматически туда-сюда перескакивает. Опять-таки, сделано для газет, журналов, ну и для оформления книг. Дальше. Еще есть одна возможность работы с текстом. Это когда вы не указываете свободное место для текста, а указываете какой-то готовый элемент. Давайте мы это сделаем на круге. То есть вы берете инструмент текст, подводите в кругу и щелкаете по линии круга. Он вам позволит писать вдоль этой фигуры. Это как раз предусмотрено для того, чтобы можно нарисовать было печать, разработать шаблон печати, ну и так далее. То есть иногда, я не знаю, тот же диск какой-то для описать, что вот распечатать на самой поверхности диска красивую фотографию вы хотите, а на фотографии там по кругу написать название этого диска. То есть все это тоже можно сделать. Дальше этот, естественно, если выбрать инструмент-указатель, у нас на панели появится возможность приподнять этот текст, расположить его над линией, под линией, сделать различный уклон букв относительно этой линии. Есть возможность сразу поставить его ровно сверху или ровно по справу, так чтобы он по центру был выровнен. Но не обязательно как бы выравнивать его здесь. Вы можете взять указателем за вот эту вот красную точечку перед текстом и повернуть его так, как вам будет хотеться. Расположить его. И точно так, опять-таки, есть возможность приподнять над линией на сколько-то миллиметров, либо расположить под линией и так далее. То есть мы можем писать текстом не обязательно по кругу. Это может быть любая кривая, которую вы нарисовали вдоль траектории. То есть по траектории уже имеющейся линии. После того, как написали, сама вам линия не нужна, вы, в принципе, линию можете уничтожить, а текст все равно останется. Но если вы уничтожили те линии, которые вот здесь, вдоль которой нарисовали, то текст уже вы не сможете как бы приподнять, то есть не будет к чему привязываться этот текст. То есть текст уже редактировать вот так свободно вы не сможете. Поэтому иногда легче сделать линию, пусть она останется, но сделать ее невидимой. Вот сейчас мы понемногу подходим уже к возможности разукрашивать фигуры. То есть когда у вас есть любая фигура, если щелкнуть левой кнопочкой, то закрасится сама фигура. Если щелкнуть по цвету правой кнопкой мышки, то закрасится контур фигуры. Ну вот контур. Давайте я сейчас приближу. Я щелкнул желт. Давайте может быть, чтобы он был виднее. Красненький поставлю. Сейчас контур стоит толщина-волосяная линия, то есть его не очень видно. Естественно, если я поставлю побольше, то я увижу этот контур побольше. То есть фигуру можно закрашивать как внутри, так и отдельно обводку фигуры. Ну обводка фигуры в коре называется контур. Можно сделать так, что фигура в середине закрашивает, фигура имеет контур, но не имеет окраса в середине. То есть вот этот верхний квадратик на цвете, белый квадратик с крестиком, как раз говорит о том, что вы убираете либо цвет, либо если левой кнопочкой щелкнуть, то вы убираете контур. Он вроде как и присутствует, но он прозрачный. Точно так же можно взять вот эту вот линию, которая вам вроде как вы уже нарисовали, а сама линия вам не нужна. Вы можете ее сделать. Это понятно, то линия это контур фигуры, круга, поэтому я делаю контур прозрачный. Его нет. Он там вроде как и есть, но мы его не видим. При необходимости мы его сможем опять-таки вернуть ему цвет, лучше контур, не цвет, и уже отредактировать то, что имеется нарисовано. Далее, если мы хотим выполнить заливку фигуры, не обязательно пользоваться только цветами, которые здесь есть у вас справа. Если нажать кнопочку и на секунду задержать нажатую левую кнопку мышки на нужном цвете, то вы увидите различные оттенки этого цвета. И опять-таки, не только оттенки, вы можете получить любые. Для возможности отрисования есть дальше инструмент заливка. Мы к нему немного сейчас, попозже подойдем. Следующие инструменты, которые мы с вами хотим, увидим, это у нас, я специально для себя заготовки сделаю, это различные эффекты. Первый эффект, эффект перетекания фигуры. По сути, у вас есть две фигуры, одна, скажем, синенькая, вторая зелененькая. Он позволяет вам сделать следующее. Из одной фигуры плавно перейти в другую. Количество вот этих шагов переходов вы можете задать. Как должен меняться цвет постепенно, либо пробежаться по всем цветам радуги, тоже можно. То есть, количество переходов цвета вы можете задать. В принципе, иногда используется для чего? То есть, если бы я, скажем, взял, нарисовал, не знаю, на черном квадрате, какой-то беленький, без контура, и захотел сделать переход из него к зеленому, то я бы мог получить как некий элемент отблеска. Но опять-таки, если вы использовали этот эффект и хотите распечататься слишком большим размером это изображение, то вы увидите вот это вот. В принципе, если можно такого же эффекта добиться заливками, немножко тяжелее это сделать, но можно. И там вы не увидите вот этой вот ступенчатости перехода цветов. Так, это первый эффект. Следующий эффект, который мы видим, это эффект, не знаю, давайте закрашу зелененьким, сделаю чуть потолще, чтобы можно было его продемонстрировать. Это эффект контур. То есть, ну, позволяет вам сделать несколько контуров и раскрасить от какого до какого цвета они должны меняться. Причем, фигуру я в середине не закрасил. Если бы закрасил, то как раз бы увидел переход от одного. Опять-таки, количество этих переходов можно задать. Не обязательно это должна быть такая простая фигурка. Это может быть сколь угодно сложная фигура или объект. Так, следующее, что мы видим, ага, ну, это, наверное, легче будет показать вам на тексте принцип работы этого инструмента. Итак, следующий инструмент у нас оболочка. Такая вот, что-то поломанное непонятное чего. Какая-то клякса. Он позволяет вам сделать буквы какими-то немного размытыми. Либо же, если я возьму, не знаю, давайте сейчас на многоугольнике нарисуем чего-нибудь. какой-то семиугольник возьму и возьму этот эффект, то обратите внимание, на панели свойств есть разные режимы. Есть, так сказать, плавные изменения, есть, так, шипы и есть застежка. Если я плавными шипами возьму, ну, плавными вот этими, первое, то можно из семи сделать быстро цветочек. Красненький? Давайте красненький сделаем. И, соответственно, я ставил 7, семиугольник, но поскольку там были узелки для того, чтобы было делать звездочек, то узелков всего получилось 14. То есть, соответственно, я получил цветочек из 14 лепестков. И так далее. Дальше. Давайте, ну, я на втором что-нибудь другое сделаю. Опять-таки верну тот же многоугольник, чтобы вы видели разницу. Инструмент искажения. Шипами. Можно сделать из него некую колючку. Колючку можно там добить до того, что он будет похож на одуванчик больше, чем на колючку. И последний эффект, который там есть, это инструмент заворота. То есть, можно взять вот так его и закрутить. Немножко, либо совсем множко. В принципе, ну, давайте на эллип закрутим какой-то, чтобы мы просто видели разницу. Вах, вах. Иногда таким пользуются, если не так сильно, как я вот это вот закручивать, можно попытаться придать буквам некие эффекты, не знаю, там, смывания водой, раскрывчатости, либо сдувания ветром, чего-нибудь. Используется этот эффект. В принципе, на любом эффекте, который мы с вами рассматривали, я не обратил ваше внимание, что в конце есть кнопочка с таким, запрещающий знак. Эта кнопочка убирает тот эффект, который вы наложили. Вы могли один эффект поверх другого наложить, и уже очень тяжело вернуть, скажем, та форма, которая была, скажем, пять минут назад моей работы, была лучше. Я хочу лучше то, как было раньше сделать. То иногда легче этот эффект убрать, чем пытаться его вернуть к предыдущему состоянию. Дальше, следующий эффект, который мы здесь видим, это эффект тень. Ну, на чем мы его используем. Давайте что-нибудь... Так, давайте я уберу эффект искажения здесь. И на буквах используем эффект тени. Взяли буковку. Можно тень сделать верх ногами, можно ее сделать ровненькой, можно ее... Не обязательно тень должна быть черной, она может быть любого оттенка, который вам только понадобится. Она может быть более четко видна, может быть менее четко видна, когда ее там еле-еле заметно это присутствие голубизны. Это, наверное, сильно. Можно сделать тени более расплывчистой, когда она расплылась, почти в пятно какое-то выцвевшееся. Можно сделать ее практически, что она будет иметь четкие грани. То есть есть возможность, можно сделать ее под наклоном. То есть как вам угодно, можно ее просто вытягивать с различной... меняя исходную точку, с которой вы вытягиваете эту тень, вы получите разный эффект тени. В принципе, достаточно удобно. Не обязательно это только на буквах, это к чему угодно, к любому объекту, который вы нарисовали. Вот вы нарисовали человечка, хотите, чтобы у этого человечка появилась тень. Одним инструментом вытащили эту тень. Дальше. Следующий эффект, который мы видим, это эффект оболочка. Ну, что такое WordArt, я думаю, в Wordе видели многие. Когда вы в текст, у вас вписывается в некую заранее заготовленную оболочку. Но смысл в том, что здесь вы можете из оболочки сделать любую форму, которая, которая в Word даже и не снилась. То есть, любой объект можно вписать в любую оболочку. Причем можно как бы, и вот я сейчас просто задал квадратную оболочку, здесь можно менять различный начальный вид этой оболочки. Можно нарисовать в начале фигуру и ее уже использовать в качестве оболочки для другой фигуры. То есть, ну, очень удобно, очень, скажем, вы нарисовали флаг квадратный, как мы привыкли, а его надо сделать развивающимся на ветру. Вот, пожалуйста, потягали и получите себе развивающийся флаг. Это эффект оболочка. Опять-таки, его уберу. Следующий эффект, который мы с вами видим, это эффект трехмерности. Но, опять-таки, позволяет вам придать фигуре некую трехмерность. Я сейчас специально сделаю контур, чтобы было видно. Не обязательно цвет, который у вас здесь сбоку, должен быть такой же, как и цвет основной фигуры. Его можно поменять. Это как вы хотите, чтобы буква, текст располагался, может быть, немножко под наклоном. Так сильно я не буду, я его немножко наклоню. Ага, немножко наклонил, называется, да? Это я, видать, вверх ногами его уже перекрутил. Ну, то есть, можно как угодно этот трехмерный текст вращать. Так, уберу этот эффект. Страшный. Ай. Легче отменить уже так. Так, сильно я его, конечно, растянул. Так, можно поменять цвет. Задать, что у вас грани должны быть другим цветом, не таким, как основная фигура. И можно задать, я не знаю, желтенький. То есть, и постепенно переход цвета можно указать. Можно указать, что этот с какой-то стороны подсвечен лампочкой. Можно таких лампочек задать несколько по уголкам. То есть, будет либо засвеченная часть трехмерного объекта, либо наоборот, затемненная. То есть, можно попытаться еще источники света расставлять и так далее. Опять-таки, величину, насколько глубокая должна быть эта трехмерность, можно тоже задать. То есть, вот там подставлено 20 пунктов, ну, 20 миллиметров. Нам столько не надо, нам можно буквально пару миллиметров дать. Ну, я не пару дал, я сколько там, 5 миллиметров дал ширину этих букв. То есть, можно по-разному, опять-таки, эффект можно полностью отредактировать, ну, и добиться желаемой формы для вас. Следующий эффект, который мы с вами рассмотрим. Давайте я его использую, опять-таки, на каком-нибудь прямоугольничке обычном. Это эффект прозрачности. Ну, для того, чтобы увидеть прозрачность, фигура должна быть закрашена. Такая рюмочка у нас на линии. То есть, прозрачность, вот я поставил линейная. Здесь она более, видимо, там, где белый квадратик, там, где черный, там она становится полностью прозрачной. Степень, опять-таки, можно отредактировать либо с помощью вот этого бегунка, который посередине линии есть. Прозрачность не обязательно должна быть только в виде линии, как мы здесь видим, то есть, линейная. Мы можем указать, что прозрачность должна быть базовая, либо иногда переводят как равномерная, ну, одинаковая для всей фигуры. То есть, равномерная, и степень вы задаете больше, более прозрачности или меньше. Вот здесь подберется. Либо более четко указываете именно цифру прозрачности. Дальше. Может быть, она линейная, может быть, по радиусу прозрачность. То есть, где-то вот в центре она более прозрачная, к краям менее прозрачная. Можно поменять местами. Там, где у вас черный узелок, сказать, что должен быть, ну, белый черным, а черное сделать белым. Тогда мы, получается, поменяем местами. То есть, в середине оно у нас непрозрачное, к краю более прозрачное. Это фигура. И есть еще возможность так указать конической прозрачности, когда как будто по конусу эта прозрачность смотрится, и квадратическая, когда как будто у вас в середине вписан некий квадрат. Ну, такой звездочкой четырехугольной. Можно указать прозрачность. Опять-таки, можно добиваться различных эффектов отблизка на чем-то нарисованном. Либо у нас одним из уроков будет отрисовка очков. Можно обычные очки, можно затемненные нарисовать. Вот как мы как раз на стеклышках и поиграем с этим эффектом. Так. Это то, что касается прозрачности. Следующий шаг, который мы с вами... Что, даже уже не успели? То есть, мы не успели с вами посмотреть различные варианты закрашивания фигур. Не обязательно красить их так, как мы видим однотонно. То есть, на следующем занятии мы тогда, я вам минут 15-20 дорасскажу то, что не успел. И мы с вами попробуем нарисовать первый урок и на следующем занятии. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok